вот еще одну хотим мы показать конструкцию но она такая конструкция применяется у русских на комарник шьют его с марли а эвенки вот они шьют дямпан называется дямпан это вот сверху они с брезента а здесь это не марли такой материал это я сделал укрывать пленка такая он делается повыше никаких тут не клиник ничего никаких дверей вот этот верх брезентовый а это такой там вниз залазишь здесь еще вот запас есть туда под себя подвернуть когда залазишь туда вот так вот посвятил дима вот там такая бяка все это постель стелешь залазишь комаров там давишь и спишь спокойно он очень легкий и мы его сейчас снимем транспортабельный и венки его носили когда они например ходом ходили где-то захотовать то брали его веса нет комары живут хорошо это не выспишься можно конечно и у костра но это толком не выспишься а в этом он веса не имеет можно поспать хорошо спрятаться а покажи как и от дождя вот этот брезент позволяет все-таки в середке они брали обычно небольшую шкуру с собой стелили ну сейчас современные охотники могут взять пенку могут взять какую-то подстилку если легкий спальник есть то будет комфортно спать вот рекомендуем и заодно показываем что у эвенков был вот такой полок от дождя специально для охоты для рыбалки когда они не перевозили свои чумы или палатки а брали просто вот это и уходили на неделю на 2 с таким вот можно вот мы с димой находимся сейчас мы приехали посмотреть его место где брусничек ну к сожалению вот выгорело здесь вот он показывает вы видите горельник стал но он сходил разведал я не знаю там выгорело или нет мне там потом по той стороне ключа нормально а ну вот если оттуда таскать сюда то далековато можно там поставить вот ямпан пособирал попил чай залез в обед вздремнул ведра на горбушку в этот свой врага тульки и приволок давай покажем как ставится ставится на элементарно элементарно вот эти вот это я вот таким способом эвенкийским через дерево это простой а эту натянул иногда они ветку просто наклоняют ветку какую-нибудь вот так вот и точно также за эту ветку не всегда нету длинную палку но это и вот не специально но сейчас если натянуть то можно ставят обычно где попало можно просто колышки воткнуть потому что веса нет она не задавит завязывают я вот показывал как эвенки завязывают могу еще раз показать вот они быстро развязываются завязывают они элементарно вот берут вот так потом вот так закидывают петельку и ее протягивают вот так вот когда надо развязывать дернул и она слетела это вот такой узел они палатки так завязывают самый простой самый простой и самый удобный а то есть завязывают там на несколько год петлю делаешь протягиваешь а потом вот этот подальше и все вот так дернул и у тебя когда снимают палатки обычно это быстро делается шлеп и она у тебя поехал и она у вас поехал никаких проблем никаких вот который развязывать вот это тут я длинная тут я узелок у меня пришлось ну это вот все пришлось перекинуть сейчас я могу свернуть и вам показать что даже не буду привлекать просто вот так как дима делает свой спальник он меня научил ну можно плохому вот дима не держал его я ему сейчас дам и он примерно вам скажет сколько это весит вот этот дим пан я вам расскажу одну историю такую интересную у бригадируем его его когда мы в стадии когда в стадии я был пастухом я его первый раз увидел мы он нам сказал я уезжаю я через три вы приезжайте на ток где красная скала я буду там ну мы через три дня загрузили табор и поперли приехали его нет ну мы от этой скалы там повыше такая марюшка выбрали стали поставили палатку дров потом слышим кто-то стучит внизу где туда к скале там метров 700 до скалы кто-то там внизу стучит мы говорим о юра стали грижать оттуда слышим кричит тоже мы с тобой иди сюда ждали ждали не приходит чё такое не можем понять пошли искать искали искали не нашли не он не пришел к нам и мы его не нашли ладно легли спать а это было весной и ночью раз и порожка выпала порожка выпала утром встали наши олени ушли куда-то а здесь смотрим с уздой бегает олень это юра так всегда делает он у него седовой от палатки от него от его далеко не уходит он на нем ездит он приустанет и около палатки крутится корма хватает обычно на ягельник ставишь ну и мы по этой поэтому за этим оленем его хорошо видно по узде и пошли пошли смотрим стоит джампану такой а чё мы вчера тебя орали ты не пришел мы вот стоим вот здесь метров 300 от тебя он говорит как вы орали я слышал я тоже вас искал не мог найти потом мы только догадались там это красная скала он стал выше нас мы отсюда орём и от скалы эхо короче эхо обманула и мы его не смогли найти и он нас не смог найти ну вот первый раз я тогда увидел вот такой джампан дима возьмет его подержит легкий а легкий сколько примерно у килограмм на навесит килограмм не балька литровая ну килограмм ну килограмм может даже вообще легкий легкий ну все вот может даже кто-то воспользуется сейчас конечно много разных палаток маленьких такие раскладушки палатки у димы вот есть вообще только туда залазишь и закрылся тоже с одной стороны как на комарник но это для общей эрудиции и чтобы помнили чтобы венки тоже пользовались и что называется джампан спасибо за внимание смотрите канал тайга моя заветная и мы вам еще покажем какие-нибудь заморочки покажем как дима собирает ягоду и может с этим джампаном мы там будем отдыхать